Люди следуют предуманным утверждениям. Но за этим нет досоверного хадиса, в котором упоминается полное утверждение «Ла Илляха Илля Аллаху Мухаммаду Расулу Аллах». Это две отдельные фразы. Две отдельные фразы. На самом деле они не в порядке последовательности. Так как вы можете следовать этому? Это бидоа, нововведение. Поэтому, что вы думаете об этом? И аналогичный вопрос задал Султан Хан, бизнесмен из Нью-Йорка, США. В Коране нигде не упоминается вместе утверждение «Ла Илля Аллаху Мухаммаду Расулу Аллах». И это утверждение не упоминается ни в одном досоверном хадисе. Мусульмане согласились в том, что это свидетельство ислама. Правильно ли говорить это? Этот вопрос, что «Ла Илля Аллаху Мухаммаду Расулу Аллах» в Коране нигде не упоминается вместе? Или в каком-либо досоверном хадисе? Он с недавнего времени поднимается в социальных сетях. Может быть, кто-то поднял его, и он стал вирусным. И меня лично спросили некоторые из моих знакомых. И у меня было много таких вопросов. Поэтому я решил ответить на него сегодня. Да, я согласен с тем, что это утверждение «Ла Илля Аллаху Мухаммаду Расулу Аллах» вместе нигде не упоминается в Коране. Но в раздельном виде они встречаются во многих местах в Коране. Например, имя Мухаммад, салли Аллаху Алейхи Ва Салям. Имя пророка Мухаммада, да богословит его Аллах и приветствует, упоминается в Коране четыре раза, и один раз упоминается как Ахмад. И действительно, один раз встречается как Мухаммаду Расулу Аллах. Это упоминается в 48-й суре Фатх, 29-м аяте. Там говорится «Мухаммаду Расулу Аллах», что Мухаммад – посланник Аллаха, те, которые вместе с ним суровы к неверующим и милостивы между собой. И также подобное утверждение, хотя и не идентичное, встречается еще в одной суре, в 33-й суре Ахазаб, 40-м аяте. И Аллах говорит, что Мухаммад не отец кого-либо из ваших мужей, а посланник Аллаха. Так что в этом аяте имя Мухаммад в начале. Мухаммад не отец кого-либо из ваших мужей, и ближе к концу аята говорится «Он посланник». «Мухаммад не отец кого-либо из ваших мужей, а посланник Аллаха и печать пророков. Аллах знает о всякой вещи». Так что Мухаммаду Расулу Аллах там в одном предложении, хотя это непрерывно. И также Мухаммад, да Богословит его Аллах и приветствует, упоминается в других местах. Также он упоминается в 3-й суре Аль-Имран, в 144-м аяте. Мухаммад является всего лишь посланником, до него тоже были посланники. И также его имя упоминается в 47-й суре Мухаммад, во 2-м аяте. И также он назван как Ахмад в 61-й суре Ас-Сов в 6-м аяте. Но он действительно упоминается один раз в Коране, в суре Фатх, как Мухаммаду Расулуллах. И начальная часть утверждения также встречается в Коране. В 37-й суре Ас-Сов в 35-м аяте. «Нет божества, кроме Аллаха». И утверждение, подобное этому, встречается в нескольких местах в Коране. Включая суру Аль-Имран, глава 3-я, аят 3-й, говорит. «Что нет Бога, кроме Него». «Ла Иляха Илли Аллах» встречается много раз, может быть, около 30-ти раз в Коране. Но я согласен с тем, что в Коране нигде не встречается это предложение непрерывно. «Ла Иляха Илли Аллаху Мухаммаду Расулуллах». Но встречается «Ла Иляха Илли Аллах» в 37-й суре Ас-Сов в 35-м аяте и «Мухаммаду Расулуллах» в 48-й суре Фатх в 29-м аяте. И только потому, что это утверждение не упоминается вместе, это не означает, что вы не можете это сказать. И относительно высказывания, что этого аята нет нигде в хадисе, конкретно этого утверждения нет. Но шахада, свидетельство, упоминается в различных формах в нескольких хадисах. И это упоминается в Сахиху-бухаре, глава 7-я, хадис под номером 7381, где упоминается, что пророк Мухаммад говорит, чтобы произнести свидетельство «Шахада», нужно сказать «Ашхаду Аллах Иллах и Аллах, вашхаду Анна Мухаммаден Абдуху и Расулу». И это шахада, которую я обычно прошу не мусульманина произнести, чтобы обратиться в ислам. И вы слышите это на публике всякий раз, когда я говорю. И оно наиболее распространено. И это происходит из Сахиху-бухаре, глава 7-я, хадис номер 7381. Говорится «Ашшаду Аллах Иллах и Аллах, вашаду Анна Мухаммаден Абдуху и Расулу». Что я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад – слуга и посланник Аллаха. И его различные формы встречаются несколько раз в других хадисах. Это упоминается в Сахих Муслим, глава 4-я, номер хадиса 4-3-7-5. Там говорится «Ашшаду Аллах Иллах, ва инни Расулу Аллах». Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и я свидетельствую, что поистине Мухаммад – посланник Аллаха. Что касается утверждения в Коране «Ла Иллах Иллах Мухаммаду Расулу Аллах», в хадисе есть очень близкое к этому. В хадисе «Сунан Абу Дауд», глава 3-й, хадис номер 2-9-9-9. Там говорится «Засвидетельствуй, говоря, «Ла Иллах Иллах, ва анна Мухаммаду Расулу Аллах». Что нет Бога, кроме Аллаха, и что поистине Мухаммад – посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васалям. Поэтому я согласен с тем, что это утверждение «Ла Иллах Иллах Мухаммаду Расулу Аллах» в Коране и в хадисе не приходит вместе. Но в Коране приходит в двух разных местах «Ла Иллах Иллах Мухаммаду Расулу Аллах». И в этом хадисе «Сунан Абу Дауд», глава 3-я, хадис номер 2-9-9-9, говорится «Что, скажи?» «Ла Иллах Иллах, ва анна Мухаммаду Расулу Аллах». Поэтому «Анна» в свидетельстве «Ла Иллах Иллах, ва анна Мухаммаду Расулу Аллах» лишнее. Но это не имеет смысла вообще. Так что любой, кто говорит, что говорить «Ла Иллах Иллах Мухаммаду Расулу Аллах» – это беда, и что этого нет в исламе, просто дурачит. Например, если я напишу на чеке «250 долларов». Или если я напишу «250 долларов», это значит то же самое. Добавлю я «и» или «нет», чек будет принят. Поэтому если я скажу «200 и 50 долларов» или «250 долларов», это не имеет разницы в значении. Поэтому скажу я «Ла Иллах Иллах Мухаммаду Расулу Аллах» или «Ла Иллах 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 Ва анна Мухаммаду Расулу Аллах» «Я свидетельствую, что нет Бога кроме Аллаха» и что Мухаммад – посланник Аллаха. Или поистине Мухаммад – посланник Аллаха. В этом нет разницы. Так что эти люди, которые говорят, что это беда, и это неправильно, просто дурачат. И они создают фитнес, смуту в мусульманской умме. Потому что если вы спросите меня, технически, что такое шهاда, да, то я обычно говорю не мусульманину, чтобы он принял ислам, то, что упоминается в Сахиху-бухаре. «Ашхаду Алла Иллаха Иллах Ва шхаду Анна Мухаммадан Абдуху Ва Расулу Ху». Вы знаете, это полная шهاда. Я свидетельствую, что нет Бога кроме Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад – слуга и посланник Аллаха. Это хадис, и никто не может в этом сомневаться. Но если вы спросите меня, можно ли считать «Ла Иллаха Иллаху Мухаммаду Расулу Ло шхадой»? Да, это можно считать. Потому что на арабском языке, в арабской речи, есть два типа речи. Первый – хабар, а другой – инша. Хабар означает «новость» или «информацию» или «факт». А инша – это либо заповедь, либо пожелание, либо восклицание, либо объявление. Но, естественно, когда кто-то говорит «Ла Иллаха Иллаху Мухаммаду Расулу Ло», это не донесение информации, но это объявление. Это означает, что он дает шахаду. Так что в арабской грамматике можете ли вы рассматривать «Ла Иллаху Мухаммаду Расулу Ло» как шахаду? Да, вы можете. Но если вы хотите быть более конкретным, как то, что говорилось во времена пророка Мухаммада, то говорить «Ашхаду Аллах Иллаху Иллаху Ашхаду Анна Мухаммаду Расулу Ло» – это лучше. Но говорить, что «Ла Иллаху Иллаху Мухаммаду Расулу Ло» – это не шахада, это совершенно неверно. Если кто-то говорит, что это не принимается, и что вы не найдете этого в хадисе, Без прилагательного «Анна», то добавляете ли вы «Анна» между ними или нет, это не имеет значения. Смысл тот же. И я чувствую, что нет никаких проблем. Те люди, которые поднимают подобные темы, лишь дурачит людей, и они создают фитн в нашей уме. Надеюсь, я ответил на вопрос. Ас-саляму алейкум, братья и сёстры. Сегодня я хотел бы обратиться к вам с просьбой подписаться на мой телеграм-канал, так как в свете последних событий YouTube может быть заблокирован в РФ. И чтобы вы могли продолжать смотреть новые видео с переводом, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там регулярно выкладываются те же видео, что и на YouTube. Барак Аллаху фикум. Пусть в этом будет благо для мусульман.